Привет, зрители! У меня тут поздний завтрак, пока то, пока сё. Вообще проснулась-то и раньше намного. У нас сейчас 11 часов 18 минут. У меня картоха со сливочным маслом, солью и чесноком, а также кинзой. За картоху, кинзу и чеснок спасибо, моя соседка. За сливочное масло спасибо, моя тётя. Ну а соль она тут была, я подозреваю, я её сама привозила ещё в начале года. В смысле, в начале сезона. И картоху я делала медленной варке. Кстати, надо её зафоткать, потому что я пытаюсь участвовать в марафоне Кукпеда. Правда, с моим интернетом тут только и участвовать. Мне ещё на 23 рецепта залить, а из них при этом у меня только 6, по-моему, или 7. 7 готово. Вот. Вот так, наверное. Так вот, картоху я делала в медленной варке. Я подумала, что можно, наверное, сварить картоху в медленной варке. Просто вот как. Как варят на плитке, это будет дешевле, пусть и подольше. Почему дешевле? Потому что медленная варка очень мало жрёт электричество. У вас ещё от плитки, которая дофига жрёт этого электричества. А в этом году у нас как-то баллона газового не случилось. Сестра младшая обещала у своего мужа узнать, есть ли у неё там ещё какой-нибудь в загашнике неполноценный баллон. Но как-то это всё поросло мхом. То ли сестра забыла. То ли сестра забыла. Ну, а сейчас уже как бы... Что сегодня у нас? 7 августа. В чём я там есть творожок. И это самое... Да, я, кстати, тут настроила картинку с ветушью, методом тыка. Ну, типа, гламурный эффект. Потому что чё-то у меня свет потолочный. Как-то я забыла, как я там настройка глазала, чтобы идеально передавался цвет вот этот. Потому что раньше-то всё идеально было. А потом чё-то у меня там сбилось. Да, я снимаю на диджай, управляют планшетом. В общем, у меня там как бы есть ещё творожок козий. Но чё-то я так подумала, что его можно, допустим, на полу не доесть. А сейчас поесть картошки. Почему не на улице? Предыдущий мылман был на улице, а этот нет. Потому что пока я мыла голову, набирала воды из шланга с пруда в огороде и принимала душ, я поняла, что какая-то техника за прудом на поле шарахается. Очень громко шарахается. Потом ветер такой приличный. Ну, и жарища, во-первых. Осы там шарахаются по лесу. И ветер приличный. Я подумала, можно позавтракать дома. Ну, в смысле, именно на камеру. Что если решила поесть на камеру, то можно это сделать дома. Потом год погода получше. Или поменьше шума на улице поем. Ещё что-нибудь я не... Там. Кстати, пойду-ка я ещё за сливочным маслом прервусь временно. И снова я тут. У меня голова, кстати, мокрая. Но я её как бы мыла, она ещё не высохла. У меня, кстати, там вообще три масла, которое там было сливочное. Прошлого раза. Потом я привезла. И вот родственница была. С родственниками. Ну, короче, родственники были. И привезли мне масло. Это, кстати, масло. Я такое иногда тоже покупаю. Из угреча 82,5 массовая доля жира. 82,5 процента. Только натуральная 200 грамм. Больше сорт. Я живу в Ярославской области. Известность о полезности и качестве продуктов. Из угреча сохраняется благодаря современным и бережным способам переработки. 18,07,23 сделано. А ответственность за качество от фермы для прилавка. Ваяется оно в голове. Пастерилизованные сливки. Короче говоря, это возможно, что как раз агреволга там и шарахается у нас траву косит. Если траву косит, то как-то поздновато она ее косит. Надо было, конечно, что-то ножиком делать. Я люблю вот такую картошку с солью и довальным количеством масла. Сливочного. Может, сейчас еще добавлю. Я пока тут шарахалась, может, она подостыла, эта картошка уже не так растает. Но дома почти 22 градуса. А в деревянном доме эти 22 градуса, они как-то... Ну, короче, вот, допустим, тут 18 градусов нормально, а 18 градусов в квартире холодно. А вас-то уже как-то иначе ощущаются. А на улице 30 градусов. И вот если бы на улице было чуть поменьше, а дома эти 22, тут было бы очень жарко. Да, как на улице 30, а дома 22, тут нормально ощущается. там, ну-ка, я зашла. У меня там есть варенье хуй какое, которое вчера у нас с соседкой, с соседями, короче, было чайпитие вечернее, деревенское, без самовара, и просто из чайника на улице. Я брала это варенье. Дед наш давал мне в своё время рецепт. черноплодка блендером, либо этим самым измельчителем или мясорубке. Протираете её, потом соединяете с сахаром, перемешиваете, даёте постоять, а потом варите варенье. Вот получается такой конкретный джем. Похож вообще прям такое, как карамель какая-то. А я хочу на части его сделать кисель, потому что у меня тут есть, я привезла ещё в начале лета. Ещё в начале даже сезона, наверное, ещё в мае. Кукурузный крахмал. У меня там ещё есть морозинка чёрная, которая вчера всё-таки доехала до стороны Степанова, в Степаново не поехала, очень жарко было. И поехала-то в 9 с чем-то. Было 24 градуса. Оказалось, я уже, ну и думала, что недолго буду, сейчас чем-то там потащала. В теньке ещё поошивалась вместе с великом. В итоге приехала домой пол первого, и уже было плюс 30 в теньке. Даже плюс 31. Сейчас пока при 30. было жарко, я подумала, вот как мне попрохладнее, я съезжу уже отдельно так. И травы какой-нибудь пособираю, может, в Степаново заеду. Может, даже с этой камерой на рюкзаке и креплении. Степанова и Степанова у нас родом дедушка, парень и мамы. Муж моей бабушки. Которая дочка первой вообще была. Короче, бабушка у меня из Хамена. А в Хамена вообще сейчас осталось 3 дома, из них один только, жилой круглогодично. Один был как бы дачный, но, оказывается, его уже года два как забросили. А один может бы название, хотя он кирпичный, там вполне можно было бы вот. Он, наверное, сейчас принадлежит Агреволге, а дома у Агреволга за 50 тысяч обычно продаются рублей. Так что, может, кто-то купит из вас, чуть-чуть вложится и будет там жить. Если не зимой, то хотя бы рядом. Там рядом река Пухша. А что, сначала идёт Хамена параллельной дороге, а потом перпендикулярной дороге идёт Степанова. У Степанова намного больше домов сейчас. Когда мы продавали в 87-м году половину дома бабушки, но он там дом был на две семьи. Ещё у дедушки и у мамы там оставался дом. Туда уже практически никого не было. А потом, как понаехали, москали, повыкупали всякие дома, и Степанова теперь не узнать. Там даже шлагбаум есть. Ну, там кто-то живёт ещё, кто изначально жил. Как бы, конкретно такой местный житель. Там, по-моему, дома какая-то живёт, ну, женщина. Подружка, наверное, какая-нибудь там или знакомая, соседка моей мамы тётя. И у неё такой конкретный домино и хозяйство. Я несколько лет назад туда ездила, яйца покупала по просьбе родственников на береге. Там, по-моему, и корова, и коза, и кролики, и овцы. Насчёт овец не уверена, но куры, пчёлы тоже. И дочка у неё там строила, рядом такой особнячок двухэтажный, деревянный. В общем, молодцы люди. Живут, делают деньги. Если бы, знаешь, что наверняка, что там вот эта коза до сих пор держится, я бы туда летом пока тут ездила. Но вот у меня в это лето как-то очень проблемно с великом было. Да и то жара, то есть в прошлом году тоже что-то до хрена жара была, я хотела в одно место съездить, но в итоге так и не вышло из-за жары. Чем я тут что-то пробила на написание музыки и на восстановление того, что уже написано. Чисто по памяти. Я даже назвала это для себя. С названиями там не очень туго, так что это даже удивительно, что я название придумала. Деревенский львум. Ну что, только в деревне оно и пишется. А еще у меня тут чашки разбодяжен зеленый порошковый типа японский чай. Он, наверное, слегка уже подостыл. Тогда я молока еще добавлю. Как бы у меня есть что в картошке? У меня есть две консервы и вася им хорошим составом. Ну, рыбное можно сделать, рыбный суп, допустим. Можно было делать к этому салатик. Огурец, помидорка, салатик, зеленуха всякая. У меня там даже кусочек колбаски есть. Ну, что там я хотела с картофелем? Вот так вот. Что-то мне кажется, тут у меня как-то слишком выцвело. Где тут у меня вообще это солнце-то? Я поставила на этот режим и только сейчас заметила через планшет, что, по-моему, эта картоха очень выбелена. Ну, уж простите. Так вышло. Может, конечно, надо свет отрубить. И со светом не так и темно. И картоха я почти доела. На самом деле, у меня еще есть пара картошек. Я вроде как даже не против поесть еще. На самом деле, вначале у меня было шесть картошек, но одна была очень большая, и я ее располовинила. Она как раз располовиненная. Правда, зеленуха у меня сейчас в холодильнике. Можно сюда просто сливочного масла положить. И сольки. Сливочное масло тут уже начинает таять. А то я его достала сначала из холодильника. Еще камеру когда-нибудь включила. А его хрен распилишь вилкой-то. И чай у меня там есть немножко конфеток, немножко печенька, мед, да варенька. даже самопальная паста кунжутная. Еще с позапрошлого приезда, но она очень растаяла, и я ее... Это картоха, я думала, это кусок масла упал. Я ее, короче говоря, это убрала пока в холодильник на верхнюю полку, чтобы она как-то пожестче была, чтобы ее удобнее было от пакета отсоединить, а не такой кашей. Плюс еще там есть шоколадная паста, но она уже чисто как у меня оставлена, как сделать, допустим, какао на основе ее. Правой рукой поищу ли? Было бы тут две вилки, поела бы двумя. И я тут уже ведь неделю, тут у меня было четыре куриных ножки, на эти голени, в морозилке лежала. Я еще это мясо на кости, ну как вот это, рагу считается, говядину привезла. Вообще он назывался суповым набором. Заршанин. Перемешок мне еще оставили с кроликом. А что-то вот как-то я смотрю, у меня так это еще овощи, которые я привезла, которыми у меня угостили. У меня так много еды. и я там при этом как бы нормально питалась, но, видимо, чуть меньше ела, чем в обычном, потому что еще жарко. Так думаю, блин, приедет у меня десятого родственники. Че лам. А у меня почти полный холодильник еды. Не бойся что-то истерить, ты вообще что-нибудь ела. Все равно мне кажется, как-то у меня с цветом не то. Плющу-ка я свет вообще обратно. Ладно, уж как вышло. Посмотрю на монтажке, как это вышло. Если что, в следующий раз подкорректирую все это передачу. Вырублюсь немножко, уберусь от масла и молоко принесу. Я тут чутка свет подкорректировала. На планшете у меня тут две карамельки и маска, ручка, порошковый зеленый чай с молоком, который действительно слегка остыл. Блин, карамелька такая мягкая-мягкая, подстаяла. Видите, я люблю карамельки, внезапно. Я очень редко их покупаю. Я только вот или в гостях там бывает тоже крайне редко. Или вот в деревне тут случилось. Раковые шейки, лутиные лапки, гусиные лапки, снежок, по ходу дела, как я поняла, что мне тоже нравится. Бубенчики, карамельки мечта и фея и вот такие вот москвичка. Как мне в городе буду, куплю себе. Может, есть какие-нибудь там насырки. У меня в закладках вообще что-то лежит какое-то на Вайбере там 800 шиллиграмм 4 вида каких-то карамелек. Это тебе намёк на то, что если ты хочешь, чтобы Лёля поела чая с конфетками на камеру, например. Это вот такое я люблю. у меня у двоюродной сетры, но у меня их две, короче, была бабушка. И бабушка была не абы кто, а директор, что ли, какой-то школы. Ну вот я что-то как-то не в курсах, какой она предмет преподавала вообще. Надо будет поинтересоваться. Так вот, у этой бабушки одно время в 90-х квартировались китайцы. И привозили свои китайские конфетки. Наверное, всё-таки это раковые шейки были. У них была рисовая тонкая бумага, которую можно есть. Ну как бумажка сама по себе вот упаковочная. Там рисовая тонкая бумажка и внутри эта карамелька, эту рисовую тонкую бумажку можно было есть вместе с карамелькой. В общем, они ей привозили и она снабжала видимо сестру и сестра у меня или просто снабжала всех вот этих близких, родственников между собой. Я вот что-то вот, в общем, нравились, мне кажется, нам эти карамельки. А я маленькая была, я почему-то думала, что эти китайцы живут у них в подвале. Прям в комнатке так вот, в подвале, так, несколько китайцев. Потому что китайцы, они, в моём понимании, тогда были маленькие, такие люди, которые чуть поменьше, чем обычные европейцы, и поэтому они как-то ему нравились там. Видите? ещё какая-то песенка была, подруга одной моей, точнее, мама одной моей подруги напевала. Про китайцев, и мне что-то кажется, про чемодан, что там, или в чемодане два китайца, или как-то так. или вам посылка из Китая, ну, какая-то такая шуточная. они вот просто из Китая привозили эти свои конфеты, ну, как сувенир. Может, благодарность, что они там у неё жили. Я даже не знаю, почему они у неё жили, на бут, если не забуду и вспомню в нужный момент при наличии родних в окружении, в ближнем, близко-дальнем, ну, в ближайшем окружении, в смысле, что дотянуться рукой можно, а не по интернету или мобильной связи. Спрошу, что у них делали эти китайцы. из-за жары то ли луки не съездишь. Ну, и молоко, наверное, даже долгоиграющее по такой жире, соответственно, не довезёшь. У меня осталась ещё одна коробочка долгоиграющего молока, а это вот у меня такие две родня привозила в прошлый вторник. А, нет, в прошлую среду. В прошлую среду. Ну, всё, молоко закончилось. Я хотела бы сделать себе кефирчик, а вообще что-то в этом, в это лето в этот приезд сюда вообще, ну, в смысле, не именно в этот приезд, а вообще в этот дачный сезон. Хоть у меня стоит тут ёгутница и боксеровские закваски, кстати, если хотите покупать закваски боксеров, по небольшой скидочке в 10%, то можете использовать мой промокод на скидку iWForever. Он даст вам целых 10% скидки. Ссылочка будет в инфобоксе. По этому промокоду можно купить ещё и косметику боксеров. линейка у них называется ProBioderm. Так вот, у меня, короче, тут закваски багграфы, ещё какие-то там закваски. Я как-то от силы, может, пару раз тут кефир делала. А тут очень хотела сделать кефир, а потом, думаю, фиг знает, они приедут, возможно, ну, скорее всего, только 10-го. Тут такая жира при луке не съедет за этим молоком, чтобы вот сделал, сделал все кефир, ещё при этом молоко было с чаем попить. ладно уж, подожду как-нибудь. Сегодня у нас 7-ое, 8-ое, 9-ое, 10-ое, 10-ого приедут. Два дня с лишним как-то это уж, ну, 3 дня, потому что приедут-то не вранищу самую, ну, не знаю, как, короче, практически 3 дня. Посмотрю, так-то можно пить другой чай без молока, куда молоко не обязательно кидать. А вот это потвердая карамелька. Это вообще было мягкое, берёшь, она может всё-таки сделаю себе кефира, может сделаю даже это, на пол-литра кефира и пол-литра молока оставлю. Ну-ка, что мне там? Мне осталась одна картошка. Она можно вообще выключить уже. сама дойдёт, смысл, там она ну, стояла на подогреве, там ещё какое-то время это тепло будет сохраниться. нету всякие травы сокнув, зверобой. Там за чайником лист яблони и лист малины. Туда дальше тысячелестник, пижма и что-то ещё вроде было. Несколько цветочков киприя. Как-то я проворонила момент. Сейчас ещё и пожарею нас все эти там, где должны были цвести, почему-то не цвели в этот раз. Там, где он растёт, он вообще никогда не цветёт. Не видела ни разу, чтоб цвёл. Весь такой вот, всё время небольшой такой. На другом месте он вроде как, я думала, что он только ещё пошёл, но он, оказывается, уже практически отсвёл, и там пух пошёл. Я чуть-чуть совсем собрала цветочков, даже несколько листочков. Аня меня вдохновила своими фотками в чатике телеги. Она там цветы киприные сушила отдельно вместе. Я их одно время сушила вместе с листиками, а тут подумала собрать, тоже отдельно посушить, но вот что, есть ещё в одном месте кипрей. Мне надо в то место рядом зайти и узнать, как там дела в родственниках, до которого трое суток не могли дозвониться, он при этом дома. Гляну, цветёт там кипрей или нет. Если ещё цветёт, то соберу. вообще мне в этот раз планах делать не каждая травка по отдельным мешочкам, а определённые сборы, чтобы сразу готовые были. Не смешивать их там зимой, допустим, осенью, уже в городе, а вот так. Уже был готов. SUSCRÍBET и черная смородина думаю счастье может компотик сделать у меня тут несколько диких яблочек есть блин молоко то закончилось холодной то воды тут не маршу разбавить хоричий ласта вообще изначально хотела разморозить мясо вот это говядина на костей потушить картоха я потом думаю может сначала просто сварить картоху просто медленного как в обычной кастрюле вчера я утром съела в обед забыла тут у меня ну чтоб не тащить эту большую баночку джи л с фарма сьютитал динка белоба и готу кола я часть переложила вот сюда в баночку баночка из подмета со пьет суфле с апельсином это меня в каком года два или три назад подружку угостил который сейчас любинский на поможи живет я туда потом собираюсь но как бы я так поняла что у них руки пролонгированный эффект есть сейчас я скажу за водой пол за водой пойдешь далеко пойдешь уйдешь тут исключительно чистая колодежная вода и можно и разбавить да я спью сырую колодежную воду в городе я пью сырую фильтрованную воду не вареную тут кстати чашка имени меня не и одну знакомая подарила которая уже давно отдала богом душу физически и полноценно и теперь другой параллельной вселенной питает нету пообщалась с одной родственницей на между поговорила про этих староверов я что-то напряглась еще с другими людьми как-то упомянуть ну как-то как-то в разговоре эти староверы вырезали я думаю блин на в интернете посмотреть потому что у меня были мысли одни у человека были мысли другие и теперь я немножко сомневаюсь думаю что я как-то неправильно запомнила при этих староверов люди если кто-то из вас будучи староверами я смотрит дайте знать в каменты я вам сердечко поставлю просто я так напряглась а чтоб у нас есть икона две штука над телевизором в том углу за камерой и мне казалось что там как раз вот именно так пальцы расположены у человека на иконе как у староверов но я отсюда всего ни черта не увижу дыхать это самое и поэтому не уверена так или нет и он думаю наглядывать как там вообще это выглядит так это как у староверов как я думаю или нет в общем вот у меня доступ к интернету и времени побольше и при этом не жарко на бутас и не забуду почитать про староверов интернете знакомая которая эту чашку дарила была по вероисповеданию молокалка вот мои родственники были в ее детстве в молокале я тогда что-то подумала что-то связано с молоком она говорит нет нет это совсем не связано с молоком тоже на а вот прочитать я так поняла что это и то и другое но как бы идет от верования иисуса да ох зритель я поел и попил надеюсь ты тоже поел и попил глядя на меня или слушая меня или типа того если ты захочешь поддержать мой канал где-то будет облако слева или справа если ты хочешь мне что-то присылать или подарить то база зон вайберис тебе в помощь еще всякие там доставки в том числе маджир экспресс который мне доставлял вот эти вот штуки давить не сказала прости меня если вдруг тебя напрягает подобная реклама но про бакзавта я сказала промокод а вот про это 25 процентная скидка по промо-коду ссылочка будет в инфобоксе на продукцию джэлэс фарма сьютикал вот кстати многоразовая скидочка так вот если ты хочешь что-то мне прислать то можешь дать знать в комменты куда-то мне написать эти дам ближайший адрес базы выдачи ко мне до востребования адресы есть в инфобоксе только тогда в каком случае скидывание так отслеживание потому что наша почта вообще уведомления не носит никакие даже первый класс до дома не доставляется заказные письма и тому подобное но это пока ты зритель спасибо за просмотр